для того чтобы сшить косметичку нам понадобится ткань основы наполнитель и ткань подкладки значит как мы ее краим основную ткань я выкраиваю по размеру выкройки выкройка у вас уже есть вот так вот и и отражаю и выкраиваю такой квадрат без вырезания уголочков это просто такой знаете прямоугольник вот дальше я его простегиваю по тому же принципу как мы с вами стегали кошельки то есть вот у меня это заготовка лица это то что первое надо сделать по размеру нашего нашей будущей косметички и две части подкладки подкладка смотрите кроится тоже прямоугольником но здесь нам надо оставить примерно сантиметр сверху и сантиметр снизу чтобы сшить дно то есть просто два таких прямоугольника при пуске по сантиметру со всех сторон вот я обычно краю на глаз просто чтобы у меня вот здесь вот все потом сходилось вот так вот и тут оставался нахлёст для того чтобы сшить дно вот так вот у нас с вами такая подготовка в общем вот эти четыре кусочка три кусочка у вас должны быть готовы дальше что мы делаем после того как мы простегали подготовили мы здесь вышиваем при желании что-то вышить на косметичке то мы вышиваем в момент после стёжки теперь сборка косметички нам нужна будет молния молния у нас по длине ровно наша выкройка вот видите здесь у нас есть сантиметр припуска здесь сантиметр припуска это наши припуски на швы наши припуски но тут чуть побольше ничего страшного вот нам надо вшить молнию значит как мы это делаем первое значит смотрите нам надо чтобы вот этот край у нас лег вот так на молнию видите то есть мы загибаем загибаем до нашей линии края и примеряем как у нас пойдет но закалываем мы не через все слои да а только к подгибу то есть можно прихватить все даже не прихватиться все в общем только к подгибу эти и при отгибе у нас будет нормальная молния у меня молния потайная поэтому я делаю так чтобы края сходились если у вас молния не потайная обычная то мы делаем чтоб край подходил к самой молнии то есть вот таким образом молния остается за краем то есть вот и прихватываем только к подгибу сейчас я сделаю и покажу как это будет выглядеть вот у нас мы наметили а здесь видите то есть в результате у нас должно получиться так что мы прихватили только край вот теперь здесь можно положить намёточную строчку либо сразу прошить по краю давайте я проложу намёточную строчку чтобы вам было вообще четко понятно где потом шить вот я проложила строчку вот так у нас получается но шить нам надо будет вот максимально близко к нашей молнии вот максимально близко к нашей молнии мы прошиваем насколько нам лапка позволяет либо этот этап можно сделать вручную проложить ручную строчку и потом когда мы с вами отогнем отогнем вот так вот да у нас будет здесь все красиво вот в общем сейчас я на машинке проложу эту строчку и вернусь к вам вот мы решили вот видите у нас прекрасно все пришилось значит теперь точно так же вторую часть тоже мы примерно понимаем как нам надо положить молнию здесь уже чуть чуть посложнее потому что у нас уже часть пришита ну мы справимся так я буду сразу наметку делать не буду на иголки сажать и сразу на нитку нитку так еще раз тут кстати можно вообще действительно подколоть нет нет не надо тут не сможем Продолжаем. Продолжаем наметывать. Вот мы поймали. Теперь точно так же прошиваем. Точно так же прошиваем, но уже видите поизнанку. Вот так вот. Максимально близко к молнии. Сейчас я это сделаю и к вам вернусь. Ну и вот я проложила еще одну строчку. И молния у нас, видите, полностью вшита. Можем вывернуть. Сейчас у нас с вами вот такая вот заготовка получилась. Отличная заготовка. Теперь нам нужно пришить к молнии подкладку. Подкладка. Разбираемся с подкладкой. Значит, у нас тоже где-то должно на сантиметр быть подгиб и подкладка. Должна точно так же вот к молнии быть пришита. Соответственно, мы накладываем, отгибаем и тоже прихватываем чем-нибудь. Вот так у нас будет подкладка. Но подкладку мы максимально близко к молнии пришивать не будем. Нам ничего страшного, если подкладка от молнии отойдет. Поэтому мы берем и пришиваем ее вот здесь по краю. Нам главное, чтобы прихватить припуск, прихватить наполнитель и пришить подкладку. Вот как получится, насколько лапка зайдет сюда, так и пришиваем. В общем, пришиваем подкладку по линии. В принципе, можно даже не выкладывать. Таким образом, просто взять... Приложить. Вот как у нас будет с вами, да? Вот так, подгиб. Нам надо приложить ее вот так. Соответственно, пришить вот так. Вот выровнять с краем и пришить. В общем, пришиваем подкладку. Видите, как бы у нас получается мешок с вами. Вот здесь одна часть, а здесь вторая часть. Вот, внимательней будьте. Можете тоже приложить, потом отвернуть и посмотреть, правильно ли вы приложили. Потому что вот здесь часто путаются, и подкладку пришивают не так, как надо. В общем, пришиваем подкладку. Еще раз показываю. Да? Мы подогнули у подкладки припуск, как нам надо. Положили туда, куда нам следует. Ну, визуально, да? Отвернули, подкололи. Все, пришьем, отвернем. Все у нас с вами получится. Делаем это. И я вернусь к вам уже в следующем ролике. Ролики у нас будут 10-минутные. Мы продолжим шитье. Поехали. Продолжение следует...